Здравствуйте! В эфире Вести Карачаева, Черкесия. Президент России Владимир Путин объявил 2024 год годом в стране семьи. Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации в целях популяризации госполитики в сфере защиты семьи, сохранение традиционных семейных ценностей, постановлено провести в 2024 году в России год семьи, говорится в документе. Помимо этого, глава государства поручил правительству образовать оргкомитет по проведению года семьи, утвердить его состав и определить источники финансирования основных мероприятий по его проведению. Председателем оргкомитета назначена вице-премьер Татьяна Голикова. В 2021 году президент России Владимир Путин подписал закон, который был инициирован партией «Единая Россия» о бесплатном доведении газа до участков граждан, расположенных уже в газифицированных населенных пунктах. В региональном отделении партии «Единая Россия» подвели итоги социальной газификации и догазификации за 2023 год и рассказали о планах на 2024 год. Подробности у Али Баташева. На территории Карачаева-Черкесии расположено 148 населенных пунктов. Из них 118 уже газифицированы природным газом. По программе социальной догазификации по состоянию сегодняшний день поступило 4918 заявок на подключение частных домовладений к сетям газоснабжения. 98% строительно-монтажных работ по доведению голубого топлива до границ земельных участков заявителей уже завершено. План на 2023 год – 1521 газопровод ввод. На текущую дату построено уже 1540 газопроводов, составляет 101%. Выполнено пусков газа всего 2348 домовладений. Подключено, что составляет 53% уже построенных газопроводов вводов. Высокие результаты достигнуты и по социальной догазификации, которая составляет свыше 84%. 28 нуждающихся граждан получили субсидии на приобретение и установку газоиспользующего оборудования и проведение работ внутри границ их земельных участков. Было принято 9 заявок по социально значимым объектам. 4 – общеобразовательных учреждения в Зеленчукском районе, детский дом в Усть-Жигуте, а также 3 медучреждения в Хабесском и одно в Усть-Жигутинском районе. На сегодняшний день по трём муниципальным бюджетным образовательным учреждениям, расположенных в Зеленчукском районе, газопроводы вводы до границ земельных участков построены. Большая работа проведена за истекший год. Вот как сейчас Прустлан Александрович подчеркнул, что Харачаево-Чискесия находится в одном из лидирующих позиций. И большая заслуга в этом, конечно, нашего главы, нашей республики, всех глав муниципальных районов. Участники обратили внимание на необходимость разъяснительной работы среди населения по существующим мерам социальной поддержки. В рамках 99-го постановления, ни в зависимости ни от категории граждан, ни от чего, от границы земельного участка до здания проведут, Газпром проведут бесплатно. То есть, грубо говоря, по вашей улице газопровод прошёл, у вас домовладение внутри участка находится, там 20 метров, 10 метров, 30 метров, хоть 100 метров. Неважно, в рамках программы бесплатно Газпром, мы эту программу субсидируем, правительство проведут бесплатно этот кусок газопровода. Также есть федеральная программа по субсидированию затрат на приобретение оборудования внутри. Это котёл и плита. В 2024 году будет продолжена работа по социальной дегазификации. Планируется строительство газопроводов-вводов к 1132 домовладениям, распределительных газопроводов общей протяжённостью порядка 27 километров, а также установить 8 пунктов редуцирования газа. Али Баташев, Мураджан Кёзов, Вести Крачаева, Черкесия. В Черкесске представители Ставропольского филиала Голицынского пограничного института ФСБ России провели профориентационные мероприятия для выпускников школ. Какую концертную программу подготовили курсанты, когда и где пройдёт день открытых дверей в институте, и о многом другом расскажет Дарья Тендит. 18-я гимназия стала местом притяжения для учащихся 9-х, 10-х и 11-х классов городских школ. Гостей мероприятия встречали под музыкальные композиции в исполнении военно-духового оркестра филиала Голицынского пограничного института ФСБ России. Профориентационные и военно-патриотические акции ФСБ проводятся с целью ознакомления молодёжи с профессией пограничника и подготовки к почётной и ответственной службе для защиты нашей огромной страны. Подобные акции проводились по всей республике, рассказал начальник филиала Голицынского пограничного института ФСБ РФ Ставрополя Алексей Сотников. Чтобы они понимали, что такое Федеральная служба безопасности, чем занимаются сотрудники и представители Федеральной службы безопасности, что она разноплановая, много направлений деятельности, в том числе, как одно из направлений, это пограничная служба. Мероприятие проходило в актовом зале гимназии. Выпускникам был представлен подробный видеоролик об учебном заведении и красочных буднях курсантов. Представители филиала СГПИ подробно объяснили правила приёма, рассказали о специальностях, условиях обучения, воспитания и проживания курсантов. Поступить можно не только после 11-го, но и после 9-го класса. Профессии подразделяются на гуманитарные и технические. Подробную информацию можно узнать на официальном сайте Голицынского пограничного института ФСБ России. Есть возможности для образования и получения, в том числе, навыков и умений именно по сложным дисциплинам, это физика, математика, то есть технические предметы. Занятие спортом, очень хорошая учебно-материальная база с бассейном, с таким огромным хорошим спорткомплексом. То есть все условия, которые необходимы, современная, новая образовательная организация со современными новыми лекториями, классами для обучения, учебно-материальной базой, стрельбищем, то есть всё есть для того, чтобы получить хорошее образование. Участники вокального коллектива, сборные по рукопашному бою, гиревому спорту подготовили яркую концертную программу военно-патриотической направленности. Курсанты Голицынского пограничного института ФСБ России не только изучают будущую профессию, но и проходят военно-спортивную подготовку, а также творчески развиваются, приучаются к воинскому порядку и дисциплине. Все курсанты обеспечиваются форменной одеждой и достойным денежным довольствием. Будни курсантов проходят ярко и разнообразно, отмечает курсант. Также он рассказал о сложностях и дал совет поступающим. Были моменты, когда было трудно, это уехать всё-таки от дома, от родителей, привыкнуть как раз к курсантским будням. Поменялось полностью мировоззрение, даже начать с банального отношения к дому, начинаешь ценить даже самое простое. Для начала им надо сделать правильный выбор и развивать свою физическую выносливость. Выпускников пригласили на день открытых дверей, который состоится 23 декабря на базе филиала в Ставрополе. Им были предложены буклеты с подробной информацией. Выпускники проявили особую заинтересованность. Я, в принципе, патриот своей страны и готов всегда пойти за свою родину. И мой папа всегда работал в полиции, и у меня честь и гордость за свою родину присутствуют. Я готов защищать свою родину и пойти в Федеральную службу безопасности. Мне бы очень понравился этот институт, и, скорее всего, я буду баллотироваться в него. За годы деятельности ВУЗ подготовил несколько поколений высококлассных специалистов для погранслужбы страны и органов ФСБ. Профориентационная военно-патриотическая акция ФСБ России состоялась при поддержке главы Республики, Министерства культуры и образования. Дарья Тындит, Мурад Жанкёзов, Вести Карачаева, Черкесия. Во Дворце культуры города Черкеска подвели результаты года педагога и наставника для специалистов образовательных учреждений региональной столицы. Прошедший период был связан с участием в многочисленных мероприятиях, а также с достижениями и планами на будущее. Подробности в сюжете Артур Мкцы. Объявленный президентом России год педагога и наставника подошел к концу. Карачаево-Черкесии в целом и региональной столице в частности он подарил немало запоминающихся событий. Чего стоит один только финал всероссийского конкурса среди учителей родного языка и родной литературы, проведенной в Черкесске на должном уровне. Об этом и многом другом вспоминали представители региональных и городских властей, а также сферы образования во время подведения итогов тематического года. Прошедшее во Дворце культуры мероприятие ничем не уступало заключительному аккорду сентябрьского форума для педагогов из многих регионов России. Десятки радостных людей, заслуженно получавших награды за свой многолетний труд. В этот день о достижениях и планах на перспективу говорили многие участники мероприятия. Роль педагога крайне велика. Таким же подчеркнуто уважительным должно быть и отношение к учителям и наставникам, которые закладывают кирпичики в основание будущего своих воспитанников. Год педагога и наставника завершается, но мы и дальше с особым вниманием будем относиться к нашим уважаемым учителям, всем работникам сферы образования. Продолжим реализацию мер для укрепления авторитета и статуса педагога, улучшать условия работы и учебы в городских школах, детских садах, учреждениях дополнительного образования, оказывать поддержку молодым специалистам. Дорогие друзья, мы стоим на пороге нового 2024 года. Пусть он будет счастливым и успешным для вас и ваших близких. Безусловно, решение посвятить этот год учителю еще раз подтверждает значимость для наших людей, посвятивших свою жизнь в дело обучения и воспитания будущей страны. Работа педагога – это миссия. И вы, уважаемые коллеги, выполняете ее на высочайшем уровне. И какое же торжественное мероприятие может быть без красочного представления, завораживающие своей пластикой танцы и цепляющие за душу песни никого в зале не оставили равнодушным. Артур Максим Мухаммеда Шабоков, Вести, Карачаево, Черкесия. Это все вести на сегодня. Я прощаюсь с вами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин